МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В августе глава города принял решение о выделении на капитальный ремонт инфекционного стационара более 9 миллионов рублей. Сейчас работы в стадии завершения. Ежегодно здесь тоже лечится более тысячи детей. Главный врач 3-й детской больницы Антонина Александровна Горбунова показывает, какие изменения претерпел в результате ремонтных работ этого года и многопрофильный стационар на Суворово-100. К сожалению, многим молодым мамочкам этот адрес хорошо известен, но теперь условия пребывания здесь совсем другие. Отделение особенное в том плане, что это детки первого года жизни, это единственное отделение у нас на юге области. Здесь лечатся дети и с инфекционной патологией, и неинфекционной патологией, поэтому здесь два крыла. Пациенты очень маленькие, поэтому в палатах есть и пеленальные столики, и ванночки для купания. Две палаты в отделении новорожденных оборудованы санузлами. Во всех палатах и в коридоре прибор для обеззараживания воздуха. Свою работу он может выполнять в присутствии пациентов. Сейчас это очень будет удобно, потому что до настоящее время нам приходилось предлагать мамам с детьми по очереди выходить в коридор. Небо и земля – так можно охарактеризовать результат изменений, произошедших и в поликлинике номер один на Уральской, 48. Стало просторнее и светлее в холле, поскольку капитально отремонтировали входную группу, сделав застекленный пристрой. Но самое главное – здесь нет очередей. Если раньше я заходила в поликлинику, я обычно здесь 20 минут 8-го, и регистратура была достаточно полной, когда у нас были окна, и к каждому окну стояло до десятка, 15 человек, к каждому 4 окна людей, то сейчас это просто 3-4 человека. Это так называемый «открытый тип поликлиники». В холле установлены 4 терминала, 3 из них для записи на прием к специалистам и один для записи на выдачу листов нетрудоспособности, на инъекции, забор анализов крови и флюорографическое обследование. Записаться на прием к врачу можно и позвонив из дома. Люди потрудились и сделали ту систему, которая позволит нормально теперь людям не толпиться в очередях, не сидеть с больными здоровым рядом на стульях. По словам главы города, работы по приведению в порядок учреждений здравоохранения будут продолжены и в следующем году.